Добрый день, дорогие ребята! Приходится нам сдавать дом. Это дом дочки, где дочка наша жила. Я показываю, какой дом. Окошки пластиковые. Вот шторки ложу, кому нужны шторки, кто без шторок. Батареи тепленькие. Под телевизор тумбочки. Под книжечки тумбочка. Вот центральный вход в дом, чтобы вы понимали весь обзор. Вот так медленно, не буду быстро крутить. Вот это кресло-кровать, которое раскладывается. Вот коврик, если надо деткам играться на полу. Вот это пуфик. Вот это старенький такой диванчик. Но все функции свои он выполняет. Еще один коврик играться. И когда выходишь из комнатки, вот такой шифонер с антресоркой ложить вещи. Кстати, вот такой еще бабушкин шифонер. Тоже есть в спальне. Перешли мы плавно в спальню. Здесь у нас даже монитор остается на шкафу. Здесь компьютерный столик. Для того, чтобы вы могли интернет подключить. Тоже окошко, шторки, жалюзи вот лежат. Тут детвора чуть-чуть порисовала, мои внуки. Вот такие здесь обои. Все в основном детская тематика. Так как жили с детками. Вот такие здесь машинки. Здесь тоже детская тематика. Мы с дедом выбирали обои. Вот такие тоже машинки. Вот вы видите, в ту сторону выходит зала. Это спальня. И здесь мы оставили тоже такая детская кроватка. Постель эти свое постельное. В общем, спальных мест получается, как вы видите, оставляем три. Вот такую кроватку, тот диван и кресло-кровать, которое выдвигается. Вот такая эта комнатка. Ну, тут метров 10, наверное, квадратных. Вот такие художества на стенках. Да. Вот такой проходик. Все функциональное. Такая люстрочка. Все работает. Я только что выключила три вас. И вот это мы с вами сейчас выходим. Вот такой светлый домик. Солнышко видно, если... Конечно, оно выходит в последнее время с погодой. У нас не очень. Вот. Вроде бы показываю вам. Это обычный стульчик. Оставляем. И оставляем обычный холодильник. Царского здесь ничего нет. Как простые люди живут, так и мы. Обычный холодильник. Все функционирует. Все работает. Обычная морозильная камера. Оставляем, естественно, без продуктов. Это такое помещение. Его можно использовать. Это выход. Эту комнату. Вот здесь мы использовали. Тут цветочки. Тут столик письменный. Барсетка не сдается. Барсетка Сережкина. Вот. Тут тоже цветочки. Вот такая шторочка. Вот шторочек я кучу тут оставляю. Батарейка. И эту комнату можете использовать как угодно. Вот на той тумбочке ставили воду. Курточка моя тоже не сдается в аренду. Это обычный столик. Чайничек. Пароварочка. Это все оставляется для того, чтобы люди пользовались. Вот такая эта комната. Получается, это третья комната. Кто-то захочет здесь поставить диванчик. Кто-то захочет пищу принимать. Это уже по желанию. И мы с вами плавненько включаем тут свет. Переходим в нашу комнатку, где у нас моечка. Тут можно помыть ручки, посуду. Пенальчики такие оставляем для посуды. Показываю сковородка, кастрюля, необходимая посуда, чайничек, тарелочки, где хранить. Ванночка. И когда дверочка закрывается, тут вешалочка такая. Тут вешалочка повесить, халатик пока вы купаетесь. Тут тоже батарея показываю. Самый-самый обычный унитазик. Чистенький, нормальный, обычный унитазик. И бак называется бойлер на 80 литров, чтобы вам было тепленько, когда вы купаетесь. Вот такое все рабочее, все работает, все функционирует. Разворачиваюсь с вами. Опять видим, открываем дверку, выходим в эту комнату. Вот такой обзор домика. Аренда этого домика стоит 2000 гривен в месяц. Пожалуйста, звоните, обращайтесь. Все покажу. Все это остается в домике, ничего я не забираю. И выход из двери в коридор. Еще летняя кухня, на которой готовится еда. Стандартная газовая печка, стандартная водичка, раковина. Светуш, не стучи. Вот, летняя кухня обложена, тоже утеплена пенопластом. Тепленькая, светленькая. Внутри, конечно, надо делать ремонтик. Но все необходимое для жизни, для первых начинающих людей, которые не имеют своего дома, все есть. Так выглядит с этой стороны, вот окна, цветочки светлые, и с этой стороны. Вот, показываю. Счетчики. Вот, окошки. Все утеплено. Дом обложен пенопластом. Теплый очень. Теплый, светлый. В самом центре города. Самый центр города Артемовска-Бахмута. Поэтому, если будут вопросы, обращайтесь. Все покажу. Все расскажу. Вот здесь, кстати, сливная яма. Сливная яма выкачивается раз, два, в три месяца. Потому что в частном секторе только сливные ямы, нет центральной канализации. Вот. Вон песочничка. Есть беседочка. Это место для курения. Вот веревочки сушить, белье есть. Еще раз показываю, летняя кухня. Вот такой участочек, по которому бегают детки. Тут разбросаны даже игрушки. Собачья будка, собачка. Наша тут тапка. Я про нее отдельное видео снимала, когда щеночков раздавали. И выход на огород. Огород 20 соток в самом центре города. Кто захочет, будет разрабатывать еще и огородик. Вот такой домик сдается. Все показываю, не утаиваю. Смотрите, ребята, кому надо жилье, обращайтесь. Вот выход, вот ворота. Вот, вот. 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 Вот.